Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня я хочу поговорить с вами о кофе. У нас кофе вообще интересная вышла история. Мы с мужем женаты уже 10 лет, и каждый день по утрам пьем кофе. И не могу сказать, что мы прям кофеманы, но как муж шутит, что мы молочные кофеманы, потому что мы пьем кофе не только утром, но и в течение дня, но разбавляем его молоком. Когда мы только поженились, то варили сначала кофе в турке. По вкусу было нормально, но я помню, как я постоянно мыла плиту. Вот ты только отвернешься на секунду, именно в этот момент кофе убежит. Потом мы купили какую-то простенькую недорогую капельную кофеварку. Как сейчас помню, она стоила 800 рублей, и с ней кофе варить было уже попроще. Она потому что работала не от плиты, а от розетки, то есть не надо было постоянно над ней стоять и караулить, чтобы ничего не убежало. Вот с ней мы прожили много лет. Сначала покупали молотый кофе, тот, который по акции, потому что в сортах мы вообще не разбирались. Потом немножко научились и стали выбирать молотый кофе уже по вкусу, а не только тот, который по скидке. Потом мы купили уже кофемолку электрическую, и стали покупать не молотый кофе, а зерновой, и мололи его сами. И вот примерно с этого момента мы стали мечтать о хорошей автоматической кофемашине. Почему? Потому что кофе, который мы пили в кофейнях, все равно по вкусу был сильно лучше, чем тот, который мы готовили дома. А в кофейне мы заезжали очень часто, иногда даже несколько раз в день. И насколько это было неэкономно, мне даже сейчас страшно считать. И вот, наконец, месяц назад у нас появилась новая кофемашина, сбылась наша мечта, и это Делонги Элета Эксплор. Сегодня я вам расскажу, почему мы выбрали именно ее, какой кофе она умеет делать и как вообще ей пользоваться. Надо ли ее мыть каждый раз после использования. И сложно ли это, и суть по комментариям. И этот вопрос многих волнует. И еще в конце видео у вас будет ждать скидка 10%, поэтому обязательно смотрите видео до конца, потому что это классная возможность купить себе кофемашину с хорошей скидкой. Ну что, поехали прям по порядку. Почему мы выбрали именно ее? Ну, во-первых, потому что это Делонги. Мне кажется, что это именно тот случай, когда бренд имеет значение. А Делонги умеют делать кофемашины. Именно их кофемашины используют во многих кофейнях. Во-вторых, наша кофемашина варит много разного кофе. Хотите латы, хотите капучино, хотите эспрессо. В общем, выбор напитков здесь огромный. И главное тут, что она варит даже холодный кофе. Сейчас на рынке это единственная модель, которая варит и горячий, и холодный кофе по технологии Cold Brew. Летом это вообще классно, потому что у нас иногда стоит такая жара, 35-40 градусов, по 2-3 недели, что не есть, не пить горячего вообще ничего не хочется. Спасает только кондиционер, окрошка и холодные напитки. Раньше летом мы их часто покупали в кофейнях, а теперь будем сами делать дома. В-третьих, это автоматическая кофемашина. А это значит, что и зерна для кофе она тоже перемолит сама. Как и заваривает кофе сама, и взбивает молоко для разных напитков тоже сама. То есть мы просто нажимаем кнопку, выбираем напиток и все, и ждем. И, кстати, чай в ней тоже можно заварить. И четвертое, конечно же, дизайн. Вы посмотрите, она очень классная. Она достаточно компактная, стильная и хорошо смотрится в интерьере. Ей очень удобно пользоваться. У нее большой сенсорный дисплей, все четко и понятно, интуитивно. И, например, у нас закончилась вода в баке, мы его достаем, наливаем, ставим обратно, включаем. Все легко и просто. Ну и в-пятых, она варит просто потрясающий кофе. А сейчас давайте вместе с вами сварим кофе, и я покажу, как пользоваться этой кофемашиной. Погнали! Сначала нам нужно залить воду вот сюда, и вот сюда вот засыпать кофе. Мы с вами достаем так вот бак для воды, заливаем воду, она у меня фильтрованная. Воду налили, теперь засыпаем кофе вот сюда. Кофе у меня тоже де лонги, очень вкусный. Высыпаем. Закрываем. Теперь мы с вами включаем кофемашину. Пытаем вот сюда питчер, называется питчер, потому что машина будет периодически сама себя промывать, и емкость должна всегда здесь стоять. Включаем. Вообще, кофемашина постоянно с вами общается и говорит о том, что нужно сделать. Например, вода в баке закончилась, или кофейные ерна закончились, или машинка хочет, чтобы ее уже почистили от накипи, она обязательно вам об этом скажет, и здесь же можно будет посмотреть инструкцию. Машина наша включилась, теперь нам нужно выбрать кофе. Здесь есть вкладки «Кофе с собой», «Холодные напитки», «Горячие напитки» и «Любимые настройки», то есть настройки напитков можно сохранять под себя. Давайте мы сейчас с вами сначала приготовим горячий напиток. И теперь нам нужно определиться, мы хотим приготовить кофе с молоком, например, лата, капучино, лата макеата и так далее, или кофе без молока, американо, эспрессо или что-то такое классическое. Давайте с вами сделаем два самых популярных напитка, это эспрессо и капучино. Сначала сварим эспрессо. У меня стакан, конечно, не совсем для эспрессо, он достаточно большой, но какой есть. Вот этот питчер мы убираем, на его место ставим стакан для кофе. Вот эту штуку можно регулировать выше, ниже, если, допустим, у вас стакан высокий, под лат, его можно повыше поднять, никаких проблем. Так, поставили. Мы с вами выбираем эспрессо, нажимаем на плюсик, и здесь можно выбрать количество, побольше стакан, поменьше стакан и крепость. Я крепкий кофе не очень люблю, поэтому я крепость поставлю на минимум, а стакан оставлю M. Ну, это такое, вот такое примерно. Нажимаем заварить, и кофемашина нам готовит эспрессо. Забираем и пробуем. Ох, очень вкусно пахнет. Просто потрясающе. Мне кажется, утром, чтобы взбодриться, эспрессо, при всей моей любви к молоку, все-таки лучший вариант кофе. Эспрессо попробовали, и, кстати, классно, что можно все-таки регулировать крепость, потому что эспрессо в кофейнях я, например, пить не могу, он слишком крепкий, слишком горький, слишком кислый, а здесь прям идеально. Ну, теперь мы с вами попробуем сварить капучино. Для этого нам понадобится капучинатор, он в комплекте. Мы его вставляем вот сюда, так, дальше мы ставим стакан, опять это все регулируем, носик у капучинатора тоже регулируется, под чашку, то есть можно повыше поднять, можно подальше, поближе. И опять выбираем в настройках горячие напитки, вот у нас капучино. Смотрим, опять здесь можно выбрать количество, то есть по размеру бокала, и можно выбрать крепость. Я опять крепость поставлю минимальную, а еще здесь есть такая кнопочка май, можно сохранить настройки под себя, и потом, чтобы так каждый раз их не выбирать, в профилях сохраняешь, и как бы быстренько варишь тот напиток, который вам конкретно нравится. Ну, и нажимаем заварить, все как в прошлый раз. А еще нужно нам переставить регулировку пены, вот сюда. То есть если вы что-то делаете не так, например, как я сейчас забыли просто повернуть регулятор пены, так его назовем, то кофемашина вам обязательно подскажет и напишет, что нужно сделать. Поэтому с ней обращаться очень просто. Выбрали максимальную пену и нажимаем теперь заварить. И ждем. Он нам сначала заваривает молоко, то есть капучинатор взбивает молоко в пену, в такую хорошую густую пену, посмотрите. Расход молока при этом минимальный, но пенка там прям составляет, наверное, 80% от напитка, то есть прям все по стандарту, все как нужно. Теперь кофемашина молит кофе. Она нам здесь говорит, что она делает. Вот сейчас она намалывает кофе и сейчас сюда нальет уже эспрессо. Ваш капучино готов. Спрашивает, хотим ли мы сохранить настройки для своего профиля. Мы их сохранять не будем. Берем и пробуем капучино. И сейчас я обращу ваше внимание на то, что кофемашина нам сразу предлагает помыть капучинатор, чтобы мы потом это не забыли сделать. Поэтому сейчас сначала капучино с вами попробуем, а потом я покажу, как кофемашина моется. Пахнет тоже прекрасно. И посмотрите, какая классная плотная пена молочная. И, кстати, для напитков можно использовать не только обычное коровье молоко, но и альтернативное. Мы, например, покупали кокосовое, получалось тоже очень вкусно. Прекрасно. Ну, все-таки напитки с молоком я люблю больше. Потому что что? Потому что мы молочные кофеманы. Мы уже говорили. Теперь я покажу. Капучино не буду далеко убирать, я допью попозже. Покажу, как мы моем капучинатор. Мы просто ставим емкость. В нашем случае это питчер металлический. Поворачиваем вот здесь вот регулятор на очистку. И все. И капучинатор сам себя промывает. Никаких вообще проблем и заморочек. Капучинатор у нас промылся. И теперь, если мы больше не хотим пить кофе с молоком, мы должны его аккуратно снять. Вот так вот. Все опустить и убрать в холодильник, просто чтобы молоко не прокисло. Потом мы его из холодильника также достаем и варим себе там капучино, латы или что мы захотим. Очень удобно, что не нужно постоянно из капучинатора молоко переливать. И когда машину включаешь или выключаешь, она тоже автоматически себя промывает. Итак, мы подошли к вопросу о ее очистке. Как я уже сказала, в процессе работы кофемашина очищает себя сама. То есть, вам не надо мыть ее руками после каждой чашки кофе. Плюс в настройках тоже есть программы по очистке. Например, программа по промывке кофемашины и программа удаления накипи. Ну, например, вы уехали куда-то на выходные, на 2-3 ночи. Получается, 2-3 дня кофемашины не пользовались. Вернулись домой, включили программу по промывке. Кофемашина промылась и все, кофе можно пить. Еще иногда по мере заполнения нужно очищать контейнер для кофейной гущи. Сливать воду из этого поддона. Тут такой красненький поплавок, он подскажет, когда это нужно делать. Очищать заварочный узел, капучинаторы, их у нас 2, и бак для воды. Но эти манипуляции нужно делать далеко не каждый день, то есть не так часто. Но тут все зависит от того, насколько часто вы пользуетесь кофемашиной и как активно пьете кофе. Например, если вы живете вдвоем и пьете кофе по 2 чашки в день, то очищать контейнер для гущи вы будете примерно раз в неделю. Это я вам говорю на своем опыте. Ну и по чистке все. Многие наши друзья и родственники тоже очень хотят кофемашину, но почему-то думают, что за ней сложно ухаживать. Но как вы поняли, это вообще не так. Никаких сложностей здесь нет. Сейчас снова вернемся к кофе. И давайте с вами попробуем приготовить холодный кофе. Мы сейчас капучинаторы заменим, нальем сюда молоко, но я сейчас все вам покажу. В общем, мы будем с вами готовить латте по технологии cold brew. Давайте я тут поясню. Есть два способа приготовления холодного кофе. Можно просто сварить латте, обычный, горячий, и добавить в него лед. А можно сделать это по технологии cold brew. Это такая технология медленного холодного заваривания. Что мы делаем? Мы с вами вот этот капучинатор для горячего молока убираем. И берем вот этот беленький капучинатор. Он у нас для холодного молока. Ставим его сюда. Дальше берем чашечку. Тоже ставим. Здесь все регулируем, как нам надо, по высоте стакана. Дальше выбираем холодные напитки. Выбираем cold brew латте. Здесь можно регулировать размер. Я поставлю S под маленький стакан. И нажимаем начать. Кофемашина спрашивает, какой мы хотим напиток. Оригинальный или интенсивный. Давайте выберем оригинальный. Кофемашина предлагает нам добавить 6 кубиков льда по рецепту. Но мы с вами будем пробовать без льда именно оригинальную технологию cold brew. Заварить. Дальше она нам подсказывает, что мы должны повернуть ручку регулировки на минимум. Посмотрите, какой красивый у нас кофе получился. Вообще такая белая воздушная пенка. Кофе так оседает, как облачко. Это очень красиво. Ну, визуально холодный напиток мне нравится даже больше, чем горячий. Очень хочется попробовать. Здорово. Он заварился такой прохладной комнатной температурой. Я думаю, что если бы мы добавили лед, как нас просила кофемашина 6 кубиков, напиток был бы прям вот такой летний холодный. Но так как сейчас у нас март, как раз такой напиток, мне кажется, идеально подойдет, если вам не хочется пить горячее. Очень вкусно, правда. А теперь даже не знаю, мне горячие напитки больше нравятся. Горячее латте или холодный. Давайте теперь с вами еще быстренько пробежимся по комплектации, потому что перед покупкой кофемашины, конечно, этот вопрос тоже многих интересует. В нашей комплектации было прям очень много всего. Производитель много всего положил. Смотрите, у нас, ну, понятно, сама кофемашина. Два купочинатора для холодного молока и для горячего молока. Вы их уже знаете. Фильтр для воды. Вот такой. Дальше кружка, чтобы кофе делать с собой. Мы помним, что здесь есть режим to go. To go. Кофе с собой называется. Вот в эту кружку фирменную наливается. Кофе даже был вот у нас. Такой. Дальше средства для очистки кофемашины от накипи. Щеточка для очистки. Штучка. Ложечка, чтобы насыпать кофе зерновой или молотый. Молотый, кстати, тоже можно сюда насыпать. Там есть специальный отсек. И форма для льда. Тоже до лонги. Как видите, комплектация вообще шикарная. У этой кофемашины здесь есть все необходимое. Единственное, что мы сами докупили, это вот этот вот металлический питчер. Питчер. Питчер правильно называется. Это мы просто сами захотели. Конечно, сюда можно ставить обычную кружку или обычный мерный стакан. Нам хотелось, чтобы все было красивенько. Что у нас в итоге? Мне кажется, что если вы любите пить кофе, пьете его хотя бы раз в день, то смысл купить автоматическую хорошую кофемашину точно есть. Ну, потому что вы так сэкономите деньги, не будете пить кофе в кофейнях и сэкономите время на поездке в эти кофейни. А это тоже достаточно много. Ну, вот вы сами посчитайте. Лата в средней кофейне стоит примерно 300 рублей. Если покупать его каждый день, то за год вы сэкономите больше 100 тысяч. И это я еще не беру затраты на поездку, бензин, на ваше время и все такое. И это прилично. И намного выгоднее купить домой хорошую кофемашину. Тем более, что с моим промокодом персик вы можете это сделать со скидкой 10%. Этот промокод действует не только на мою кофемашину, но и на все кофемашины на официальном сайте бренда. Ссылку я оставила в описании к этому видео. Кофемашины там все классные, вы можете выбрать любую на свой вкус и бюджет. Но если вы хотите делать не только горячий кофе, но и холодный, то советую присмотреться к модели, как у меня. Напомню, что она называется DeLonghi Eleta Explore. Друзья, мы постарались снять для вас хороший подробный обзор, чтобы вы поняли, нужна вам кофемашина или не нужна. Но мы помним, что если кофе любите, то кофемашина точно нужна. Если у вас какие-то остались вопросы, например, как мыть кофемашину, пишите, конечно, в комментариях. Мы постараемся для вас на эти вопросы ответить и, может быть, даже снимем отдельное видео. И не забывайте воспользоваться промокодом, потому что такие предложения бывают не каждый день. Всех была рада видеть и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok